здорово нашел место где меня никто не может потревожить я пытался на своем кресле кресло нафиг скрипит может новое надо покупать поэтому я стану возле очень дорогого сердцу очень дорогому с моему сердцу плакату это вот еще тот генератор зла с тех времен когда не выходили что там то мороз рекордс телефоны там и так далее факсы это вот как раз то время конец 90-х медяхи там где нибудь насобирал продал самому взял и на концерт арии хорошее было время но мы сегодня поговорим почему вот музыканты как мы на них тогда смотрели в то время это были звезды это были это не звезды это это дальше звезды были там я не знаю ария для нас как мы смотрели на концерте это это было суд это вообще это не реальность я так я таких чувств не ощущал когда на металлике был для нас это были настоящие рок-звезды и почему сейчас вот эти вот рок-звезды того времени почему они но в лучшем случае живут как допустим там ну средненький доктор допустим в америке там который получает 250 300 тысяч год тогда же не так это это в самом лучшем случае так живут допустим взять кого из звезд металла взять валерия кипелова он даже если вот прогуглить там да там вот гуглишь имя музыканта и пишешь net worth ну или сколько состояние только у кипелова свечится от 1 до 5 миллионов и но это потому что валерий саныч никогда не славился своей своей расточительность есть никогда не было своей машины мы все знаем и виделись знаменитые фотографии когда валерий кипелов едет метров не всегда с директором где-то переезжает даже ходили легенды про то как приезжая куда-нибудь в дыка энергетик где-то под ярославлем валерий кипелов пел в микрофон который стоял прям там на сцене то есть мятиной там губная помада на нем но это только говорит о таланте валерия кипелов потому что валерий кипелов он может в любой микрофон спеть так как может только это сделать валерий кипелов но это не значит что этот микрофон сдк энергетик лучше и разрывает как говорят убивает разрывает уничтожает там какого-нибудь микрофонов которые сейчас поет джеймс хэдфилд на студии там какой-нибудь кардероид там за 15 миллионов тенге а не знаю сколько сейчас курс тенге так вот валерий кипелов считается одним из самых богатых звезд металла то есть ну пусть даже 5 миллионов это ничто по меркам ну практически не знаю любой индустрии такой который мы если звезда любая индустрию мы берем и берем там звезду но звезда всегда будет то есть человек который а валерий кипелов это это уникальнейший голос это талантливый человек на концерт на котором росли миллионы и минута все все когда-нибудь услышали там я свободен даже если у не фанатарий сколько эта песня игралась сколько было продано денег там кассет вот этих там ну допустим с я свободен там сборники и так далее валерий кипелов это единственный на на всех металлистов такой более-менее миллионер я узнавал лично нам ну нет так толком можно сказать миллионеров есть люди может у которых общее состояние там дом дом кого-то еще из детей там все вместе если собрать продать там кое-как миллиону можно подтянуться рок-звезды типа именно русского рока даму который еще вот более-менее там в 90 смогли как-то так это те там тоже взять наутилус помпилу статом и такие которые вот у всех были на слуху тоже там не сильно хорошо а у многих даже совсем нехорошо и вот это с пандемией которая сейчас вот когда концерты по заканчивались у многих он может быть слышали как она музыканты грелик на что нам жить нам есть нечего там и так далее ты думаешь но если вы миллионеры что там нельзя было заначки достать там 50 тысяч 50 тысяч в год 50 тысяч долларов вот это вот так вот просто тем более если дома живешь там суши есть каждый не знаю что еще можно делать этапа 5000 месяц на еду легко но видите это и это вот заставляет задуматься почему он взять допустим проехаться нам обратно туда в те времена где пломбир был самый вкусный где люди были самые добрые где пазики были самые желтые и трава была самая зеленая группа круиз выпускает вот этот альбом этот альбом был одним из самых успешных рок-альбомов в ссср на то время но это уже восемьдесят восьмого года тираж тут написано тираж 60 тысяч цена 2 рубля 50 копеек вообще этот этот альбом продался тиражом около 18 миллионов то есть это очень большой мы когда-то когда об этом говорили альбоме мы говорили что это больше чем все альбомы металлики до черного альбома вместе взятой то есть kill a mole ride the lightning master of puppets and justice for all вместе взятые они продались меньшим тиражом чем вот этот альбом 18 миллионов процент цена 2 рубля 50 копеек то есть даже если бы это было 2 рубля это уже 36 миллионов так я сейчас скажу что может быть кто понял особенно тех кто из вас помнит вкус пломбира 36 миллионов рублей советских там где по легенде доллар 60 копеек стоил там и так далее умножаем на доллары если он 60 то есть там за в долларах за 60 миллионов и так далее но мы что говорим в рублях то есть даже если вот рубль 50 с 250 рубль 50 забирает мелодия ну или там кпсс так далее закрома все эти дела то все равно остается 18 миллионов которые можно поделить но там по авторским правам федор пришел только вот как раз уже когда альбом был записан только выписали в основном только сергей в основном понятно валерий гаина то есть 18 миллионов там поделить людям по идее не нужно было вообще ничего делать то мы знаем советский союз все ушло в закрома люди работали на зарплату там у них зарплата не ряд была ну как хорошая по советским меркам 3 300 рублей они в месяц вроде как у них получалось опять же после выхода альбома который продался мульти 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 миллионным тиражом они все равно ездили и давали концерты по три концерта в день то есть утром в обед и вечером как и кино в те времена было на сеансе не не викторцу и кино вот допустим два альбома классика валерий кипелов поет ну понятно это золотой состав группы ария еще с мавриным мы все все знаем да ну герой асфальта вышел тут тираж кстати так и написан до тираж но она выходила в 1990 году это игра с к нему тиражом 52 с половиной тысячи и восемьдесят седьмом герой асфальта вышел тиражом 28000 но это тоже все 250 250 понятно по госту цены не менялись но по идее герой асфальта когда потому что если она вышла тиражом всего 28 тысяч вот никто об этом практически не знал как вы знаете допустим оба заколдованная страна которая вышла тиражом 10000 и никто они практически не знают на тех кто знают и поймут так вот это по моему герой асфальта вышел полумиллионным тиражом но там игра с огнем тоже что-то под 700 там тысяч тогда но даже грубо говоря между этими двумя альбомами со всех там тиражей там же она разными партиями выходила и коллекционеры альбома герой асфальта это знаю там конверт такой там бумажный конверт этого сутка как здесь то есть картонка твердым так короче миллион миллион по 250 это два с половиной миллиона ну ладно миллион с половиной рублями советскими мы отдаем мелодии там миллион советских рублей остается на группу ария на пятерых поделить по 200 тысяч 200 тысяч советских рублей это много денег по моему 200 тысяч советских рублей вот что-то я слышал я не знаю поправьте в комментариях ли нет далее гагарину вот это за его за все за все за за будучи гагарином там лицом вообще всей космонавтики на планете первым человеком удали 200000 но это тоже не точно мы уж они могли просто так сейчас вы такие легенды обрастают я не знаю 200000 ну это огромнейшее баблище тогда невиданные зарплата инженера 120 там на 200 рублей это хорошая зарплата считалось 220 вроде как вообще ништяк можешь от от зарплаты к авансу от аванса к зарплате жить легко еще и на книжку на сберегательную складывать так вот почему это все происходило мы понимаем да кпсс забирала у всех все вроде бы как закрома для того чтобы потом это все поделить между людьми или попустить там на благо на благо родину на благо народа там это это не то что отдельное видео это отдельная совсем тема там и никаких книжек не хватит хотя уже книжки написаны все это рассказано но это настолько спорная тема что эти споры будут бесконечные до тут тут бесконечные споры бука все споры закончатся этот спор останется 90-е наступают наши с вами любимые вас досмотрел до этого момента ария сделано в россии это это дичь была наверно у меня заиграна настолько то есть здесь были все мои любимые песни здесь были песни которые но просто все они играли кроме по моему уходи не возвращайся здесь есть нету вот точно все уходи не возвращайся мне то что бесило сейчас слушаю нормально вроде надо кстати узнать кто-то девушка которую они все очень любили подожди это шум должна здесь быть не от 2 ну а короче то неважно вот этот вот это вот кассета даже вот лицензионка она была продана скорее всего миллионными и миллионными тиражами да даже если взять ее по доллару сколько они тогда стоили лицензионки вот эти вот помните ну я помню кассеты которые находили к дяде вася или как там его звали сидел в универма не в гастрономии переделанном потом жвачки turbo там все вот эти отдельчики и тому то дикоморка была там какой-то еще при советском союзе уборщицы со шваброй там сидел дядя вася с двумя магнитофонами переписывал и вроде все думали в городе что это было лицензионная нам запись и все так надо но там майкла в джексона переписывал тогда но мог металлику это от него я первого слышал что пацаны метлу хотите это ну так это самое не уважительно но это еще 90 где-то 5 где-то так еще не было не было лода я помню вот когда мы металлика так прям ух мы ждали лода ну вот он записывал по моему пар по гривне а григо гривня была по гривне да по гривне записывал это если ты свою кассету приносишь а у него покупать кассету там т.д.к. или еще какая дичь по моему сто двадцать две с половиной то есть доллар был пять гривен вот я помню что один одну гривну стоило записать это пачка магна или там две бутылки фанта и назад его не знаю тех кто понял тут поймет так вот стоило это ему дядя вася который чем он занимался мы все думали что он занимался лицензированием а он пиратил причем пиратил со спирт с пиратчиной записи он пиратил на еще одну запись и потом уже нам со своих двух кассетников мы листом то все переписывали там перегоняли карандашами перематывали но так вот этот вася вроде бы даже слухи ходили что он живет очень неплохо дядя вася этот был или вася каким кто он был там уже кто там самого города напишут как его звали это был пират это был козел это был гантон это был ворюга но никто же так не думал все думали что он бы и он кстати так не думал он просто считался он был бизнесменом что он занимался своим делом бизнесом там и так далее то есть был он просто продавцом краденого он украл где-то кассету переписывал продавал так вот к чему я подхожу это вот как раз этим авторским баллов я знаете доступа у меня было известно всяких музыкантов которых я эти вопросы спрашивал на стримах вне стримов говорю вот с этих альбомов вообще чего-нибудь имели вообще ничего то есть это продавалось вот только чтобы новый альбом вышел чтобы люди его взяли купили послушали и это был как бы толчок для этих людей прийти на концерт концерты это единственное на чем зарабатывать по сей день особенно сейчас но сейчас немножко добавилось конечно с интернетом добавилась в эти мерчендайзинге то есть там кружечки там всякие такое концерта было самое главное не на концертах там понятно продать какую-нибудь там не знаю футболочку это если повезет я помню тогда мы сильно эти футболочки там не покупали в основном покупали ху у бабки которая была в бандане вот вы знаете рынок такой все таки туловички но отсеки такие там там где надо было штаны примерить когда вот так тетка держит полотенце и там была бабка в бандане футболки трэш металл форево и у нее мы покупали там у нее пройдет же висит у нее висит нсинк балахон бритни спирс балахон металлика каннибал корпс до каннибал корпс тогда уже были дей сайт и опять бритни спирс продажи какая еще была продажи там еще и на рейдерская какая-то дичь была я помню продажи еще так ну ладно так вот к чему это говорю это то что все вот эти вот все вот это и все деньги которые должны были быть заработаны музыкантами групп которые потратили силы средства потратили свое вдохновение на это все дело было у них украдено это было у них украдено до сих пор это просто воруется и воруется это вот с таким с лицом как вроде чего ничего не ворую то есть я скачиваю бесплатно я ничего не ворую бесплатно аж только может чтобы но то ладно так вот это это проблема номер один которая потому что любой музыкант допустим на западе он единственное что ему надо было и вот посмотрите историю всех то там как ты мастейн говорит про это все им нужно было записать альбом нужно было найти студию звукозаписи где и можно записать альбом потому что они знают что записав альбом они заработают на этом денег потому что студия звукозаписи там сделает альбом за запишет его продаст одну компакт диски кассеты там сколько винил и там но продаются когда они может быть там 80 и в конце 80-х они стоили по моему они стоили по 10 долларов мы знаем точную цену металлика 1987 года альбом гараж рэй рэй визит и они этот альбом продавали за 5 99 5 долларов 99 копеек и это было прямо разрекламировано на самом альбоме то есть как бы показать что самая дешевая типа цена они вообще по 10 долларов то есть компания звукозаписи продает по 10 долларов себе забирать там 9 долларов от доллар со всей этой продажи уже дают музыкантам но даже если они продали 100000 партию а это вообще ничего по меркам 100000 идет группе но 100000 это мало кто продавал за 100000 штатам полмиллиона как минимум золотой альбом это миллион оплате на мой смысле миллион золотой это 500000 копий продаешь по 500000 но опять же я не знаю что там компания забирала себе 90 процентов там но 80 процентов они заберут на все да про все музыкантам остается и плюс музыканты ездят по турам и так далее то есть одну продав одну пластинку грубо подымалась и уже тогда они ездили уже эти в них были деньги возможности там потратить там ночью там на героин или на на более современное оборудование так далее этой возможности не было ни у какой из рук ну я не знаю земфиру может скому же земфира там один миллион где-то 2 может есть это это я не знаю там опять же вы посмотрите вот во время пандемии по-моему там и земфира что-то если может я ошибаюсь но точно я знаю что там люди не миллионеры такие что могут позволить себе не ездить в туры сейчас они будут ездить потому что это их работа это их хлеб то заработать там заработок может быть более-менее нормально опять же по меркам там 5-7 тысяч в месяц это хорошие особенно для россии для украины но пять тысяч пять-семь тысяч это абсолютно средненькая зарплата допустим в америке военного тут взять меня да это моя зарплата месячная без там надбавочек там и так далее не учитывая еще что не добавляю всякие ютюб был там и другую лично так вот что я хочу сказать подвести итог так ни хрена 20 минут наговорил это то что как и всегда вы слышали что поддерживаете своих музыкантов и вы любите старайтесь там заплатить эти я не знаю сколько 500 рублей хотят за свои альбомы там время от времени там выпустят 100 100 100 штук на продажу все остальное потому что знают все равно у них украдут но вы стараетесь это все зависит от вас и особенно тем взрослым пытается стать музыкантом вы знаете как это может демотивировать до звездного статуса надо идти очень очень долго а зарабатывать деньги начнешь именно только вот в звездном статусе ну или на ютюбе как там обзорщик гитары какой-то гитарист на ютюбе и так далее так вот youtube это тоже интеллектуальная собственность все что вы на ютюбе видите вот допустим это видео это моя интеллектуальная собственность я это видео потратил датом какое-то время записал монтировал выкладывал это что я сказал это принадлежит строго только мне если я кому-то это не подарил кому-то не продал с кем-то не поменялся там и так далее поэтому я думаю сделать первый шаг ну то есть подать пример дать пример с другим ютюбером музыкантом и так далее чтобы не жалели вот это воровство там как-то не смотрели на это сквозь пальцы я понимаю что мне это может сойти с рук намного легче чем другим каким-то ютюбером и так далее поэтому я я объявляю четко что любое видео на канале гитарная история является моей собственной интеллектуальной собственностью если кто-то что-то берет с моего канала это кусочки вырезки и так далее я буду использовать инструменты ютюба для давления на того человека который только что вот украл у меня мою интеллектуальную собственность то есть ворот вор должен сидеть в тюрьме мы воров будем наказывать инструментами ютюба которые есть вот для всех для нас для использования открытые что как раз вот бороться с этим бороться с вот этим иждивением паразитничеством на чужом каком-то контенте и так далее если у вас есть какой-то мой контент если вы мне что-то спилили там у себя видосик залили и так далее дайте мне знать и я скорее всего скажу да это все нормально но если вы этого не сделали а тем более если вставили из контекста вырезали там какой-то свой контент на этом еще зарабатывать денег это будет обязательно пресекаться или по крайней мере я буду делать попытки это пресекать насколько это возможно там посмотрим ну так что вот но вам всем огромное спасибо тем кто на струнки заходит тоже огромное спасибо вам 7 процентов скидка вы поддерживаете канал огромное спасибо друзьям канала спонсором патронам что-то блин сегодня эти давление упало здесь короче сейчас снег говорят пойдет через два дня у меня поэтому но заложил не знаю всем вам огромное спасибо на канале гитарной истории только интересные каналы каналы гитары потому что канал интересный а также интересные истории до следующего видео удачи удачи а